Не получилось сыграть в плов и в Рязани, и здесь локомотив не смогли далеко уйти, поэтому все, конечно, приехали сюда только с желанием играть, желанием побеждать. Шесть хоккеистов из Рязани плюс два человека из основы. К матчам серии против ступенского капитана Ярославский Лок обновился почти на треть. Однако неопыта ребят, приехавших из высшей лиги, не запал игроков, поработавших с основой железнодорожников в КХЛ, не хватило в пятницу вечером, чтобы склонить чашу весов в свою пользу. Хотя начало встречи получилось неубедительным как у тех, так и у других. Счет 1-1 после 20 минут встречи уж точно не выглядел по игре. Всего лишь шесть бросков, створ на двоих мало даже по футбольным меркам. Впрочем, в отличие от гостей, хозяева на этом останавливаться явно были не намерены. Холодный душ для волжан в виде двух безответных шайб на старте второй 20 минутки стал тому доказательством. Ярославцам же забить второй гол удалось лишь за 7 минут до финальной сирены. К тому моменту подопечные Олега Браташа горели уже 1-4, и шансов спастись у команды практически не было. Пятая шайба влетела уже в пустые ворота волжан. Сопернику где-то в каком-то плане, может быть, повезло. Забили свои моменты. Мы же это сделать не смогли, просто где-то подвела реализация. Получилось, как получилось. Я думаю, что завтра будет совсем другая игра, и очень тяжело будет противостоять. Правильно написали, что это машина, которой очень тяжело противостоять. В своих прогнозах наставник Ступенцев не ошибся. В субботу вечером под раздачу суждено было попасть уже его подопечным. Хотя раскочегарились уздорожники лишь к третьему периоду. В первые же двух болельщики увидели лишь по одному взятию ворот с той и с другой стороны. В начале третьей 20-ти минутки соперники обменялись уколами, а дальше забивал только Лока. Ворцами реванша стали защитники Рушан Рафиков, а также форварды Александр Кулагин и Павел Красковский. Проигрыш сегодня нас бы на край пропасти бы ставил. Сейчас мы уравняли шансы как минимум. Поэтому, конечно, нам эта победа сегодня была очень важна. 7-7 по итогу двух встреч и 1-1 в серии, которая теперь переезжает Ярославль. Вадимир Летуновский, Олег Лушников. День в событиях.